До конца года порядка 1000 семей из всех городов и районов республики, находящихся в сложной жизненной ситуации, будет оказана помощь в виде продуктовых наборов первой необходимости. Такое решение было принято главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым на встрече с председателем парламента республики Александром Ивановым. И в эти дни волонтеры «Единой России» приступили к развозке продуктов по адресам. Фатима Даурова присоединилась к ним в селе Садовом. Промозглый ветер и минусовая температура. А окна старого покосившегося дома из самана забиты плотным целлофаном, чтобы хоть как-то удержать тепло внутри. Руслан Биджиев, хозяин этого двора и дома, инвалид по зрению. Живет он здесь совершенно один, если не считать верного друга, маленькую дворняжку, которая нас встретила звонким лаем. Помощь в виде корзины продуктов – самое маленькое дело, чем можно ему помочь. Но он и этому безмерно рад. Что-нибудь на обед себе думаете приготовить? Всё сейчас приготовлено, ничего не думай. Может, завтра. Ну, вы рады, что вы? Рад, рад. Спасибо. Спасибо большое. Колона с гуманитарной помощью едет по тихим улочкам села от адреса к адресу. И в каждом доме волонтёров встречают с удивлением на лице, которое сменяется улыбкой, когда видят, что к ним в дверь постучались с подарком. Спасибо. Не знаю даже, что сказать. Такая помощь необходима семям, как вы думаете? Ну, да, конечно. Сейчас в это время вообще очень большая поддержка. Спасибо большое. Мука, сахар, макаронные изделия, крупы, масло, сладости – ими заполнены мешки до завязки. Эти продукты на некоторое время помогут семям распределять кухонные затраты экономичнее. В списке волонтёров «Единой России» более 10 семей из этого села. Это вдовы, матери-одиночки, многодетные семьи с низким уровнем дохода, люди с ограниченными возможностями здоровья, которым ждать помощи не от кого. Я более чем уверен, что они очень рады такой помощи, так как именно вот эти семьи, к кому мы ездим, они находятся немножко в тяжёлой жизненной ситуации. Кто-то там потерял кормильца, у кого-то много детей, старые там родители, ухаживать надо. Поэтому это очень хорошо. Большая благодарность, конечно, президенту, главе нашей республики и всем, кто в этом участвует, конечно. Спасибо огромное. К Новому году наборы продуктов первой необходимости получат тысячи особо нуждающихся семей республики. А это значит, что как минимум тысячу раз на лицах людей заиграет улыбка благодарности за такой подарок. Фатима Даурова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.